С каких времён здесь всё это оваляется? Оваляется здесь самый разный мусор. Это и листва с ветками, и стеклянная тара, и автохлам. Тротуары нуждаются в ремонте. Плитка местами отошла. Та, что осталась, ходит ходуном. Складывается впечатление, отмечает мэр Сочи, что руководство района здесь появляется нечасто. Бездействуют и управляющие компании с ТОСами, чья прямая обязанность следить за санитарным состоянием тех же придомовых территорий. Такое состояние улиц микрорайона, по мнению главы города, это недоработка районных властей. Но виноваты не только местные чиновники. Жителям тоже стоит уделять большое внимание чистоте и порядку на своих улицах и во дворах. Вышел бы на субботник. Вот я сейчас вышел на пробежку. И вот когда бегу, там бутылка валяется. Я собираю эти бутылки, потихоньку складываю. Благо там потом собирается в кульки, и это все уносится. Работникам управляющих компаний, членам ТОС придется активизироваться, иначе штрафов не миновать. Пока же приводить бытку в порядок придется волонтерам и сотрудникам администрации. Исправить ситуацию власти города решили еще одним способом. Надо, чтобы наше спецавтохозяйство по уборке города изменило дислокацию контейнерных площадок, чтобы уйти от их публичного размещения. Контейнерные площадки, еще раз повторяюсь, должны быть у каждого многоквартирного дома на придомовой территории. Тогда мы не будем выгребать непонятно чей мусор. К сожалению, у нас сегодня 50% мусора, получаемого в нашем городе, не оплачивается. Он так называемый бросовый. В любом случае, отмечают власти курорта, руки опускать никто не собирается. Чистота и порядок в городе будут поддерживаться, в том числе и благодаря общегородским субботникам. Ближайший состоится уже на этих выходных. Инга Габейшая, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.